Мы расстаемся. Но перед тем, как перематывать, выключать, ставить дизлайки, досмотреть этот ролик до конца, потому что случились непредвиденные обстоятельства, и никто не в силах на них повлиять. Ни я, ни Катя, ни фиг его знает кто. Это будет сложно, и это очередное испытание для нас. Поэтому всё так мрачно и грустно. Ну, мы не будем нагнетать обстановку, мы разъясним вам полностью что да как, чтобы ты понял. Вчера мы в своих инстаграмах рассказали о том, что расстаёмся, о том, что видео больше не будет, просто потому что это эмоции, это просто как удар спину, и ты такой, как и всё. Ну, то есть, вкратце мы были на эмоциях, но да, мы расстаёмся, но здесь полно всяких нюансов, и ни я не виноват, ни Катя не виновата, и, к сожалению, я не могу сказать, кто виноват. А проблема вся заключается именно в том, что... Ну, я переехал на Сибирск два месяца назад, и сейчас так произошло, что мне сейчас нужно покинуть вообще Россию. И здесь кто-то может сказать то, что почему ты же можешь остаться. Тут возникли такие проблемы, то что никто не в силах что-либо сделать. Мои преданные подписчики всегда знают то, что я иду до конца, я пытаюсь разрулить каждую ситуацию, но тут, к сожалению, я вообще беспомощен. И я должен попросту в ближайшие дни покинуть Россию и оставить всё, что здесь есть. В задний фонд, Катю в первую очередь, в мою квартиру, в мой компьютер. Я просто должен поехать к родителям в Португалию. Я не могу сказать, почему, вы меня тоже поймите, но это личное, это семейное, и есть вещи, которые лучше не гореть. Просто вы можете это воспринять как факт, что мне нужно свалить. Это не запланированный переезд, это не просто какие-то мимолетные психи, что, мол, всё, я уезжаю, просто нужно сейчас в эту же секунду взять, собрать манатки и свалить. Чтобы вы понимали, я вчера этого не знал. Ну, вы, в принципе, можете догадываться, в чём проблема. То есть я говорю, ни Катя здесь ни в чём не виновата, ни я здесь ни в чём не виноват. Просто у меня в жизни возникли такие проблемы, которые в данную секунду меня заставляют свалить из этой страны. И проблема в том, что я никак не смогу сюда вернуться в ближайшие несколько месяцев. Я смогу сюда прилететь обратно только в конце апреля. Вчера я этого не знал, вчера я вам сказал то, что сегодня будет объяснительный ролик, и вот он. Мы встречались очень долгое время на расстоянии, и для нас встречаться и видеться раз в полтора месяца было нормально. Но когда мы начали жить вместе, и прошло уже довольно длительное время, трудно это принять, что человек опять уезжает, причём на три месяца. Мы вам ещё расскажем, что это не было запланировано. Мы сами в шоке были, когда это услышали. Получается, нам нужно расстаться на какое-то неопределённое время. Нам нужно ходиться друг от друга на расстоянии в 6000 километров. И с разницей... С разницей во времени в 7 часов. Чтобы вы понимали, когда я буду просыпаться, у Кати уже будет вечер. Когда у меня будет в Португалии 12 часов дня, у Кати уже будет 7 вечера. И мы практически даже не будем разговаривать, скорее всего. Опять же, это не то, что было на протяжении всего года. Это не то, что я могла приехать в Москву или в Питер, там, да хоть когда угодно. Я не смогу приехать в Португалию. Потому что у неё нет визы. И всё, что ей остаётся, это ждать, пока я приеду. Самое печальное, что я могу сказать, это то, что... Все ждали возвращения Нубика после осеннего перерыва. После Москвы, когда Катя ко мне первый раз приехала в Москву, мы записали первый сезон. Потом был перерыв сколько? В 2-3 месяца? 3-4 даже. Август, сентябрь, октябрь. И только в ноябре. 4 месяца был перерыв до второго сезона Нубика. Когда мы начали снимать его? Мы начали снимать его сначала в июле, потом в ноябре. И сейчас, как вы понимаете, произошло то, что мы опять не сможем записывать сезон. То есть, мы сейчас улетаем через несколько дней на отпуск. Мы не скажем куда. На отпуск. Воронеж. Воронеж, это кодовое слово. Не в реальной Воронеж, чтобы кто-то думал. Кодовое слово, Воронеж. Все просто. Мы летим отдыхать на неделю, но возвращаемся уже в разные страны. Я в России, он в Португалию. А я в Португалию. Еще раз поймите, я туда выезжаю не по своей воле. Я не беру ни свой компьютер, ни мышку, возможно, возьму максимум и возьму клавиатуру. Мне там нужно будет купить новый компьютер, потому что я там буду находиться 3 месяца. У меня там даже нет стола, чтобы записывать ролики. А я должен как-то вести канал. Но, если бы ты думал, что ролики не будут выходить, нет, они будут выходить. Ты знаешь, что я из кожи вон вылезу, но я запишу ролики по стриму. Я все сделаю. Но, просто воспринимая это как факт, это не переезд. Многие спрашивают, молодец, почему ты так часто переезжаешь? Не из-за того, что у меня шило в заднице. А жизнь вынуждает это делать. Я уже 300 раз на этот вопрос отвечал. И сейчас она опять вынуждена переехать. Поэтому, если через пару недель ты начнешь видеть ролики с моей собакой Люсей, которая сейчас в Португалии с родителями, или вообще на новом фоне, знай, что произошло. Я уже поехал на 3-4 месяца. Но мы встретимся, и я надеюсь, что мы вместе с вами будем ждать этой даты, как... Я не знаю. Как рождение третьего сезона Нубика, можно так сказать. Но, подожди, мы еще не сказали. Мы сейчас записываем ролик наперед, потому что мы начали их записывать давным-давно. Еще сколько будет роликов? Ну, 2-3-4. Ну, 2-3-4 ролика будет после вот этого с Катюхой. После этого будет окончание. То есть, примерно в конце января сезон закроется. И нужно будет ждать опять 2,5 месяца, чтобы начался третий сезон. Мы же с первого дождались по второй сезон тебя. И я надеюсь, что со второго по третий сезон мы тоже сможем дождаться Катюху. Точнее, меня уже на этот раз дождаться, чтобы я к Катюхе приехал. Еще одна моя мечта. Я обожаю группу 21 Pilots. И мы даже на стримах собирали на концерт. У нас вот там в ящичке лежат 2 билета. Каждый из них стоит бешеную сумму. Кто был на стримах у меня, тот знает. Мы уже купили билеты. Заплатили за доставку из Москвы в Новосибирск. Я не могу на них пойти, потому что я должен выехать. То есть, ну... Я уже прям обрадовался, что я смогу осуществить свою мечту. Но вот что произошло. И так как билеты достаточно дорогие, то просто выбросить их в помойку, это сильно жестко, я считаю. Мы приняли решение, что я поеду туда одна со своей мамой, потому что больше не с кем. Моя мама день рождения скоро, поэтому мы поедем на ее днюху в Москву и сходим на концерт. И я запишу вам истории в Инстаграм. Мишкинешь мне в Инстаграм, самое главное. Да, ну это единственный разумный вариант, потому что продавать билеты очень трудно. Это можно посчитать как за мошенничество, потому что мало кто их купит. И выбрасывать тоже жалко. Поэтому, ну, хотя бы схожу я. Извини. Да, ничего, бывает. Дерьмо в жизни. Ай, ты чё? Не научилась то, что близко ко мне. А ещё мы поняли одну такую вещь. Ну, я поняла. Какую? Те, кто были друзьями после какой-то проблемки, могут стать врагами. Да? Да. Расстаётесь, значит? Ну, говорю, мы были просто на сильных эмоциях. Да и сейчас мы на сильных эмоциях. Мы записываем ролик спустя сколько, спустя, ну, 10 часов после того, как мы узнали то, что мне нужно через там 2-3 дня уже улетать. Ну. Да улетать-то мы вместе улетаем, ты не прилетаешь обратно. Я не возвращаюсь, вот именно, я не возвращаюсь обратно в Россию. Вот в чём проблема. Новосибирск, где минус 30, а полечу в Португалию, где плюс 15. Вернёшься, тепло будет. Да, я вернусь в Россию, уже будет тепло. Ну, хотя в Новосибирске летом тут снег, наверное, я не знаю. Ой. Я хочу сказать кому-то спасибо за поддержку, потому что, ну, мы вчера сидели просто целый день и втыкали там, я не знаю, в пол, в стену. И читали комменты в Инстаграме, читали комменты на Ютубе, читали комменты в ВКонтакте, в группе моей ВКонтакте. Многие поддерживали и меня, и многие поддерживали и Катюху, и в принципе, им нравится то, что мы делаем. Им нравится то, что мы записываем сезон Нубика, им нравится то, что Катя участвует у меня на стримах. А были и сволочи, которые... Да, они расстались, наконец-то, я так ждал это. Ну, вам... Ну, ты знаешь, что я тебе могу показать. Кому-то я показываю любовные сердечки, кому-то не очень. Мы все будем ждать его. Мы будем ждать тебя. Ну, мы же с тобой и не через такое говно проходили. Извиняюсь за такие выражения, но типа говно. Ты можешь посмотреть мой второй канал, там много всяких философских тем. Я буду держать тебя в курсе. И Катюху буду держать в курсе. Буду записывать истории из Португалии. Буду записывать влоги из Португалии. Ну, я буду три месяца просто сидеть и ждать этой даты. Сейчас, подожди, ты пока поговори. Да, не забывайте про наши инстаграмы. И мы про вас не забудем. Там все есть. Смотрите за нами и не теряйте, пожалуйста. Я еще раз скажу. Если ты через пару дней увидишь меня в Португалии, не пугайся. Вообще не надо пугаться. У меня есть дневник, который я завел на этот год. И, скорее всего, я приеду именно 16 апреля. Вот, подожди. Ну, примерно где-то так. Тут засвечено, но, мне кажется, можно увидеть. 16 апреля. Я прямо сейчас обведу его ручкой. Это будет знать то, что именно в этот день, скорее всего, ну, в промежутке 16-17-18, постараюсь с 16-го, именно в этот день я и должен буду вернуться. До этого все мы будем решать проблемы. Тебе еще что сказать? Наверное, нет. Писька, конечно. Бывает, да. И жопа тигра тоже бывает. Мы обещали то, что мы выпустим ролик, где мы объясним, что и как мы выпустили. Еще раз скажем спасибо за поддержку преданных подписчиков. Тех, кто обрадовался, то, что мы расстаем, мы можем послать на карусель покататься самую высокую. И чтобы ты там застрял наверху, вот карусель остановилась, и ты там просидел на морозе минус 30 на самой высокой. Ну, да, вот. Ну, ты понял, короче, да. Партугал! Она еще шутит! А что мне делать? А что делать? Вот именно... Ну все. Ну все, ты опять рукожоп, Катюха. Ну все, короче. Короче, все, давайте мы закончим эту тарантайку балабольства и... Еще несколько серий с Катюхой выйдет, потом пару месяцев ожидания. Но я тебе говорю еще раз спасибо за то, что ты со мной, с Катюхой. С нами. Время идет, все меняется, и канал меняется, и люди меняются. Я скажу тебе спасибо за то, что ты остаешься с нами еще раз. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем... Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok